Здравствуйте, дорогие друзья! На это видео опять посвящено активности Петра Алексеевича Порошенко в плане создания Единой Поместной Православной Церкви в Украине. Была программа «Свобода слова» шла, и там ему задавали вопросы. А я еще, когда она шла, я слышал краем уха, очень интересные вопросы. И вот, смотрите, можно назвать это «Три вопроса президенту». Ну, для начала он рассказывает, конечно же, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Категорично немає права держава втручатися в церковні справи, тем більше, якщо це держава іноземна. То есть, особенно государство, другое, то есть, имеется в виду Россия, не может, а мы можем. Мы можем, потому что что, мы не государство, что ли, или что? Ну да ладно, переходим к вопросу. Вопрос очень грамотный. Мой президент, спасибо вам за такую доповедь. У меня такое вопрос. В принципе, вы позиционируете себя как европейский президент, так? А мы знаем, что европейский союз, одна из его ценностей, это очень четкое разделение между святской владой и религиейными, духовными справами. То есть, религиейные справы, это приватные справы. Конечно же, без сомнения. Государство отдельно, а церковь отдельно. И никто не лезет туда, если уж ты назвал себя европейцем, если уж ты говоришь, что мы строим европейское государство, зачем ты туда лезешь? Вот, каким чином это поединяет вот эта инициатива святской влады, так? Что до створения поместной церкви с этой идеей. Потому что, если мы строим Европу, то, соответственно, мы нападем, мы должны усиливать эту разницу между святским и духовным. Ну да, строишь Европу, так будь добр, разделяй, и вообще туда несуй свой нос. И больше того, ты же президент, и вообще как бы, вот ты говоришь, да, православная тра-та-та-та. Получается, ты не президент, мусульман, протестантов, баптистов. Ты не президент, потому что они же не православные. Что он делает вообще? И по-друге, вы же все-таки выбрались как президент от разных конфессий и даже религийных групп. Я думаю, что за вас голосовали и мусульманы, и иудеи. А в данном случае вы скорее представляете себе как определенный конфессийный лидер. То есть, не видите вы тут соперечности? Порошенко отвечает. Вот знаете, в качестве прикола, да? Я две недели слышу про Томаса, не могу понять, что за Томас. Кто такой этот Томас? Кто он? И по-друге украинского народа. Бо абсолютно большинство людей поддерживает необходимость створения украинской поместной автокефальной православной церкви. Все, уже провели соцопросы, уже абсолютное большинство хочет вот этого вот хочет. Ну, все уже, все готово как бы. И это более того, это полностью совпадает с европейскими традициями. Почему? Это полностью совпадает с европейской традицией. Почему так? Бо мы аж нияк не втручаемся в церковные справы. Я не могу понять. Ну, как это мы не вмешиваемся в церковные дела, если ты постоянно вмешиваешься в церковные дела? Как это мы не вмешиваемся в церковные дела, если президент постоянно говорит о том, что он сам это признает, что он вмешивается в церковные дела? Что? Но есть православная традиция. На территории одной страны должна быть одна церковь. Вредно для государства, чтобы было три церкви на территории государства. Европу строят, по любому Европу. Никто не верил. Но я видел, как светилось в очах людей, которые получили эту надежду. И запитание безпосредственно к президенту. Вот сейчас много спекуляций на эту тему, что, мовляв, держава ни в что не має втручатися, но вопрос свиткости и взаимодействия с религиями – это два разные вопроса. Хороший вопрос. Сразу же по отмазыванию вмешательства президента в дела церкви. У меня вопрос. Вы знаете, говорят, что вам не надо вмешиваться. Почему? Тут же мы имеем абсолютно конкретный случай, когда государство помогает наибольшей за численностью, за всеми социологическими показателями религийной группы в нашей стране реализовать свое право. Это вопрос просто такой. Так звучит вопрос от правильных экспертов-парахоботов. Задаешь вопрос, но вопроса нет. Ты просто рассказываешь, что государство как раз таки должно помогать создать церковь. Тому я запитание до шановного пана президента. Чи не вважаете ви, что, напевно, было бы порушением и недопрацюванием с боку державы, если бы она просто усунулася от этого процесса? Поставил, поставил наконец-то вопрос. Не было бы недоработки со стороны государства не вмешиваться в дела церкви. Какой хороший вопрос. Есть ожидания. Есть не просто, как вы сказали, за последние три года очень много работников. До этого и шли предыдущие, но не было системной работы президента. Ну все, все. Раньше не было системной работы президента, а сейчас-то системная работа президента есть. Какой хороший вопрос. Следующий вопрос. Спасибо. И последнее вопрос. Патрио Алексеевичу, у меня такое вопрос. Вас критикуют за втручание государства в церковные дела. Представники той государства, точнее не представники, а прихильники той государства, которая расстреляла священников, зруйнувала десятки тысяч церков. До речи, в який... Ай, какой хороший, отличный вопрос, да? По-моему, прекрасный вопрос. Порошенко, не знаю, сможет ли Порошенко ответить на него. До речи, в який оберпрокурор, тобто чиновник нижнего уровня, 300 роков керував церквою. И вас, и взагалі Україну зараз звинувачують у втручання в церковні справи. Ну це ж абсурд цілковитий. Отличный вопрос. Вас обвиняют в том, что вы вмешиваетесь в церковные дела, это абсурд. Хороший вопрос. Ну все, садись, ты задал же вопрос, нет? Я уже не кажу про те, что вы только что сказали. Зараз секундочку. А ведущий как бы намекает. Так задай наконец-то вопрос. Хватит облизывать. И фу, вот этого и так уже облизанного со всех сторон. Задай вопрос. Московская метрополия, 1448 год. Киевская метрополия, 988. 460 роков есть разница. Как мы можем обратиться к них, как к церкви основной для нас? Причем тут основная церковь, не основная церковь. Когда Киев был, там лес шумел. Вот эти вот все дела. Вмешательство государства в церковные дела. Какая разница у кого церковь длиннее и толще? И нарешті запитання. А, так вопрос все-таки будет, да? Питание. Скажите, пожалуйста, вот вы в своих разговорах с разными представителями, разными метрополитами и так далее, вы не спросили в них, чему, например, патріарх Кирилу, который весь час перебывает рядом с Путином, ни разу не закликал его прекратить войну? Сложно. Хороший такой. От эксперта настоящего. Парахобоцкий вопрос. Вы никогда не спрашивали, почему Кирилл не призывал остановить войну? Хороший вопрос. Не сказав, виконати заповедь, не убей, не вкради, не побажай поля ближнего свого. Як це так взагалі трапляється? Урозуміло. Мне кажется, от такого Лиза, даже Порошенко как-то неудобно немного стало. Он как-то так глазки закатил, но... Дякую вам. Спасибо за... Дуже дякую, пане президент, за то, что знайшли час выступить в свободе слова. Президент Украины Петра Порошенко. Я вот понять не могу. Они-то парахоботами нанимают обязательно тупых. Я вопросом этим задаюсь. Вы помните, уже был ряд роликов. Почему они выбирают именно вот таких вот? Почему облизывание именно такое, чтобы аж слюна текла по пухлым щекам графа Дякулы? Вот для чего? Ради чего? Все на что ума хватает? Ну, это риторический скорее вопрос. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok